всем привет меня зовут ира вы на канале неизлечимой цвета галички в этом видео хочу показать вам две яркие красотки кентиана агрегатная и кентиана лорелун две очень похожие друг на друга сестрички так и есть что они сестрички это просто вар это просто альва но вот у нее есть полноценное такое название ореона у этой нету почему-то в общем рассмотрим обе ходечки сряд сразу рядом ну и расскажу конечно же как они как они выходят что у них похожего в чем отличие вообще мои наблюдения агрегатная ходечка кентиана она конечно звезда звезда постоянный житель у многих коллекции многие начинают с нее многие в общем в начале своего коллекционирования почти каждый приобретает себе эту красотку но она и понятно ее легко встретить в продаже она недорогая и конечно же она яркая она служит украшением многих у многих стеллажей у меня в данном случае украшение окна окна моего стоит она на южном окне но это тоже они в рядышком не стоят на таких подставках я обожаю обожаю эти подставки мне так нравится как выглядит на них хой который я решил выращивать ампелем сразу скажу я пережил ваши вопросы все подставочки я покупаю на маркетплейсах какие-то на яндекс маркете какие-то на озоне какие-то на ваубрисе в общем где я увижу выгодное предложение я беру мои горшочки не знаю сколько тут диаметре наверное 11 сантиметров в диаметре встают сюда идеально это сваренная конструкция из металла данном случае у меня они типа под золото вот так же есть у меня черные вернемся к цветам в общем как я уже сказала что она популярная дамочка ее многие любят коллекционеры да и знаете вот сколько она у меня уже есть вот ей наверное лет пять у меня здесь два черенка подсажена я не думаю ее вывести она мне не надоело она такая интересная вот сейчас солнышко она загорает смотрите у нее даже уз загорел розовым розовым малиновый такой яркий камеры не передает к сожалению кант у нее розовый тоже тоже малиновый прям очень яркая в общем все ее вот вот участки вот абрикантные они тоже приобретают такой розовый малиновый оттенок ну конечно же когда солнышко у нас уже не такое активное она становится просто зелено зелено-белый такой но тоже очень красивую смотрится и на нее сразу бросается взгляд вот у меня на окне стоят ну примерно 10-13 растений и конечно же сразу бросается взгляд именно вот на эти две яркие хойки почему у меня здесь два растения но кто знает я давно практиковала такое что сажала по несколько растений даже и среднелистных не то чтобы мелколистных ну а в чем я сейчас признаю свою ошибку ну это хой конечно тоже было не исключение потому что она очень медленно трогается в рост вот она долго укореняется она долго вот стартует рост ну по крайней мере по моим наблюдениям мои раз с моих растений вот я наблюдаю такое сейчас сейчас она активно растет у нее какой-то вот пошел пик ее роста может быть ей нравится на южном окне потому что на предыдущей квартире она у меня стояла на стеллаже и вот она вот сидела два черенка вот у меня сидели и вообще не росли я думаю когда же я уже увижу куст и вот с переездом на новую квартиру когда она получила место на южном окне она у меня пошла в рост то есть оба два черенка сейчас активно растут и я не думаю ее выводить из коллекции не думаю их разъединять конечно было бы идеально просто оставить одно растение но бы также смотрелось пышно и красиво но в данном случае растение растет не цвела она у меня в общем я ее не трогаю скажу вот так как есть мне нравится ей нравится в общем она действительно украшает моё окно и среди остальной зелени которая там рядом стоит она конечно сразу выбивается и привлекает к себе внимание когда приходит гости кто смотрит на окно увидит сразу ее она конечно необычная необычная яркая на у нее форму листа интересная тоже необычная если сравнить с обычными там которые у меня стоят среднелистные типа там и там стоит но silver dollar у меня там стоит но естественно он не такой яркий на фоне вот этой кентянки рядом с ней также на окне стоит и лори лун это хоя у меня не так давно но она вообще не так давно на рынке появилась если не ошибаюсь ну наверное года три назад она у нас появилась в россии сначала была на нее такая запредельная стоимость ну как и на все новинки сейчас она стала приравнена к этой по цене а также медленно растет также долго укореняется конкретная про свои растения здесь у меня подсажен один черенок который самостоятельно стал куститься вот то есть смотрите разница по сути пять лет ей это и три года ну может быть и не три может быть два с половиной короче около трех ей вот и в принципе но это конечно попышнее ну и это тоже не отстает вот таки может быть там что-то все-таки не хватает но горшка конечно им двум черенкам наверное не хватает ну вот растет и ладно не буду трогать но в общем это у нас получается тоже также загорает получает малиновый яркий красивый кант листья которые помоложе вообще вот смотрите какие прям свекольные ствол у неё вот эту плеть она у неё сама по себе не такая светлая в общем она не загорает если у варигантный ствол изначально идет светлый вот обратите внимание загорел то есть он прямо малиновый вот у этой все-таки более зеленый потому что зелень у нее приобрет про преобладает у него больше зелени чем вариганты и у нее не загорает так ветка тоже она у меня нет свела даже не знаю не не знаю как вообще выглядит цветение у этой хойки потому что я не задаюсь этой целью вот альбиносные листики пошли но она мне нравится когда у нее конечно больше белого на листе то есть вот такие вот листья как видите не не так много загорают как бы нечем тут загорать только вот кончику вот все листья такие разные каждый листик уникальный но я люблю когда она вот такие вот дает конечно же такого плана солнышко пропадет пропадет ее загар и она будет просто просто вот вот такой просто вот такой ну тоже интересно ходит тоже принципе пока не думала ее выводить но если вот меня спросят какая мне больше нравится я скажу что вот то это мне больше нравится просто кентяна вар для меня прям вау-вау вообще я всегда наблюдаю за собой что чаще я люблю варикантные например если сравнивать две пахиклады альба и вар мне больше нравится вар и так вот чего не коснись мне больше нравится варикантные виды вот особенно когда их обе две имеешь можешь прям точно сравнить без сомнений но и визуально но эту это тоже красивая за счет своего загара вот и когда получаются такие красивые листики где побольше получается варикантности они тоже ничего так смотрится ну а две они прям вообще звездочки звездочки на окне так но смотрите по уходу у меня тут как обычно сейчас у нас осень я поливаю растение раз в неделю какие-то конечно же нуждаются в более частом поливе потому что у них меньше горшок вот эти например я недавно поливала но вот например вот по этой я вижу что ей бы уже хотелось попить ну потому что там два черенка вот ну я несмотря на это все равно выдерживаю свой вот интервал потому что иначе я кого-нибудь залью вот и пускай они короче адаптируются но и не адаптируются они терпят что полила у тургору становился все окей вот по вообще каким-либо болезням ни одна из них у меня не болели не болели единственное что вот у них такие вот есть нюансы что они медленно укореняются извиняюсь у меня кряхтит ребеночек кто не знает я недавно родила девочку поэтому может быть заметили что я на ю тубе стало реже так что извиняйте но я стараюсь стараюсь снимать для вас видео продолжим ни одна из них не болели ну вот как я уже сказал но единственно что это укореняются они медленно растут медленно ну и что с этого ничего страшного они вот нагоняют и сейчас радует так что рекомендую к покупке если вы только начали увлекаться хойками но ткентяна регантная прям однозначно любовь 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 а насчет это я смотрю что не каждый и приобретает но я бы тоже не советовала иметь в коллекцию чисто даже для сравнения чтобы понять какая больше нравится вот у меня же они будут две стоять вот так в тандеме на окошке на южном окне да кстати вот если пропустить полив то может может она немножечко под выгорать то есть тут как бы нужно быть внимательно не расслабляетесь если вы держите растение на южном окне то есть нужно как бы быть внимательно не просушивать сильно я же как понимаете могу так сделать поэтому вот в ориганной у меня немножечко подсушена этой это не нуждается у меня в частном поливе то есть ей достаточно вот этого интервала который я сейчас соблюдаю она у меня не имеет таких выгоревших листьев вот но разве только вот здесь вот все-таки зеленый должен быть понасыщенный но так как на солнце она все-таки немножечко выгорает но это вообще ей и ее вид не портит ну вот если у вас какие-то остались вопросы что-то упустила ну по грунту я думаю что вы уже все знаете если вы не знаете то видео на канале у меня есть какой у меня грунт здесь у меня мой старый грунт который я использовала год-два назад в общем торф вермикулит уголь и циолит вот все что все что у меня тут намешано ну удобрение осмокот я использую уже не один год и для меня это самый удобный вариант удобрения всем спасибо что досмотрели видео до конца ставьте лайки если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал и пишите комментарии задавайте вопросы если я что-то упустила или у вас они остались все всем пока до скорых встреч